Добрый вечер, господа. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время» у микрофона Юрия Пронько. Очень коротко то, о чем хотел я вам сказать, заключается в следующем. В этом части у нас гости в студии прямого эфира обсуждаем очень важную тему. В России усиливаются националистические настроения, причины и последствия. Такой у нас будет круглый стол в этом часе. Ну а с 20 до 21 часа будем подводить итоги дня. Я сегодня выбрал три такие темы. Первая. Чиновники в России незаменимы. Вопросительный знак. То есть это не утверждение, это вопрошение. В связи с тем, что господин президент у нас внес в Госдуму законопроект, позволяющий чиновникам на руководящих должностях оставаться на службе до 70 лет. Эту тему будем обсуждать с Виталием Третьяковым и Валерией Новодворской в следующем часе. Вторая тема. Исаев и Шмаков предложили антиваучер. Это такую программу, которая, по их мнению, должна сгладить социальное напряжение в Российской Федерации. Нашими собеседниками будут либо господин Шмаков непосредственно, либо секретарь ФНПР господин Шершуков. Это связано с тем, что я позвонил Исаеву, но Андрей, к сожалению, в это время будет в эфире одного из телевизионных каналов. То есть не получится. А вторым собеседником, его оппонентом будет Андрей Нечаев. Ну и еще одна тема, которая, как мне представляется, очень важная по своей сути. Около 80% выпускников элитных школ Москвы хотят уехать из России. То есть статистика крайне печальная. По меньшей мере она заставляет задуматься над тем, что происходит здесь в стране. Я бы не обращал специального внимания на элитарность средних общеобразовательных учреждений и выпускниках, которые заканчивают именно эти школы. А вот сам факт того, что они хотят отъехать, это, согласитесь, очень печально. Нашим собеседником будет Вячеслав Игрунов, директор Международного института гуманитарно-политических исследований. Все это будет с 20 до 21 часа. Реальное время на Финам.ФМ. Итак, в России усиливаются националистические настроения. Это тема первого часа Большого вечернего интерактивного канала. И здесь у нас в московской студии прямовая эфира Финам.ФМ. Алий Татаркулов, глава Российского конгресса народов Кавказа. Алий, добрый вечер. Добрый вечер. Иван Стариков, депутат Национальной ассамблеи России, член полиции этой движения «Солидарность». Иван Ратвич, добрый вечер. Спасибо. И Денис Волков, научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Денис, добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495, для звонков. Финам.ФМ – это наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. То есть вы нас можете слушать и смотреть. И можете также пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Он подключен. Так что пишите, звоните, участвуйте в дискуссии. Денис, позвольте, с вас все-таки начать. Да, именно ваш центр социологически провел исследования, которые, в общем-то, по меньшей мере заставляют задуматься. Это по меньшей мере. Я хочу понять, что вы получили в итоге с своими коллегами, каким выводом пришли? Ну, действительно, мы видим рост националистических настроений. Прежде всего, желание ограничить приток приезжих выросло по сравнению с прошлым годом. Ну и вообще, за последнее время наблюдается рост этих показателей. Ну, при этом, при этом, например, количество сторонников лозунга «Россия для русских» примерно остается на том же самом уровне, что и обычно. Это такой стабильно высокий. Ну, то есть чем... Стабильно высокий на каком уровне? Порядка, например, согласного или не согласна с лозунгом «Россия для русских» 41 согласная и 55, скорее, не согласная. То есть, практически половина на половину. Чуть-чуть больше тех, кто не согласен. 41% тоже достаточно большой процент. Это действительно большой процент. И также вот за последний год мы видели, что выросло как бы негативное отношение, ну, количество тех, кто хочет ограничить по некоторым национальностям. То есть, можно так выразиться. Например, какие-то группы китайцы, даже так, самая высокая, это выходцы из Кавказа, несмотря на то, что это граждане страны. Мы граждане одной страны. Второе — это китайцы. Третье — это выходцы среднеазиатских республик СССР. С чем это можно связать? Мне кажется, одно из объяснений может быть то, что во время избирательной кампании и после нее многие политики, силы использовали националистическую риторику. И причем, как со стороны власти ограничено было использование такой, этой карты, со стороны оппозиции, со стороны, сейчас мы видим, сторонников Российской Православной Церкви. То есть, мы видим, что набирают силу различные группы общественные. То есть, может быть, первая была эта вот оппозиционная группа, которая сформировалась, смогла высказать свою точку зрения. Но я имею в виду не по националистическому вопросу, а по несогласию с выборами. И это запустило некоторую цепную реакцию, начали оформляться, ну как-то пришлось оформиться некоторым другим группам, да, и сторонники власти как-то мобилизовались, как бы начали отвечать, сторонники церкви, то есть вот закрутилось. И поскольку националистическая риторика, она является, ну, некоторой такой хорошей мобилизующей силой, то, как бы, все постепенно начинают ее использовать, растаскивать, растаскивать, не знаю, путинское большинство, не путинское большинство, по своим каким-то группам, что, конечно, ведет в целом к нарастанию напряжения. И риторика, как мы видим, не проходит, не проходит даром. Получается, что политики, неважно какой они ориентации, право или лево, или по центру, в той или иной степени все используют эту карту. Ну, я бы, знаете, что здесь отметил, что если мы будем говорить о оппозиционном лагере, то есть где большое значение во время протестов был гражданский элемент, не только политики, но и гражданские активисты, структуры, лидеры общественного мнения. И вот там, мне кажется, удалось ограничить на каком-то моменте того же Навального, то есть основная претензия, вот у нас исследование только прошло, по перспективе гражданского движения. Вот основные претензии участников движения к Навальному было прежде всего его националистическое настроение. И мы видим, что отчасти в гражданском секторе удалось поставить некоторый, не знаю, не заслон, но сдержать вот эту риторику. На каком-то этапе она не то что прекратилась, но ее удалось как-то затушевать. Я не знаю, насколько есть такие барьеры, именно гражданские барьеры внутри этих институтов, со стороны власти. Власти тоже отчасти невыгодно. Я предлагаю эту тему еще предметную отдельно обсудить. Денис, спасибо за исчерпывающий ответ. Это Денис Волков, центр Юрия Левады. Али, вот я хочу понять, какие настроения в общинах, в том числе среди выходцев из российских республик Среднего Кавказа. Вот вы слышали слова Дениса, что на первом месте не китайцы, а именно выходцы из Кавказа. Пожалуйста. Ну, меня с одной стороны радует, что Кавказцы круче, чем китайцы. Но с другой стороны, хочу сказать, что национализм в многонациональной стране, это, конечно, очень плохо. Какой бы национализм не был, пусть это будет национализм государства образующего народа, тем хуже. Национализм какого-то одного из малочисленных народов не так страшен, как национализм государства образующего народа. И, естественно, если... Надо бы договориться о терминах, потому что все, когда говорят о националистах, говорят, что это хорошо, это самоидентификация и прочее. В этом плане, если русские националисты хотят сохранить свою культуру, свою историю, и дальше вести все остальные 200 народов вперед, то мы двумя руками за. Если русские националисты хотят все остальные народы прижать и быть первыми, этот остальных всех называть как попало, то, естественно, мы против. Это Али Татарколов, глава Российского конгресса народов Кавказа. Иван, я прошу прощения, буквально 30 секунд нам надо уходить на новости, но вот можете емко в одном-двух предложениях обозначить свое мнение вот о том, о тех исследованиях, о тех результатах, которые получил от центра Юрия Левады? За 30 секунд хочу сказать... После новостей я вам предоставлю еще возможность развернуться. На самом деле дьявол прячется в деталях, поэтому и то, что сказал Алей, и то, что сказал Денис, на мой взгляд, интересно, но вот я эти детали попытаюсь обсудить после новостей. То есть 30 секунд мало. Окей, это Иван Стариков. Мы сейчас уходим на краткий выпуск, затем продолжим. Это реальное время, обсуждаем очень важную тему. В России усиливаются националистические настроения. Пишите на портал финам.фм. 19 часов 17 минут, это реальное время. Финам.фм в России усиливаются националистические настроения. Причины и последствия тема нашего разговора здесь Денис Волков, Алей Татаркулов и Иван Стариков. Иван, все-таки ваша позиция. Ну я, причем перейти к деталям, хочу все-таки культура спора, всегда культура дефиниций, дать определение нации. Многие из разных, но мне лично нравится, я дословно не скажу, то, что говорил Осип Саверонович Сталин, это сообщество, человеческое сообщество, проживающее на единой территории, которое объединено общей историей, культурой, языком. И я бы добавил еще базовыми ценностями. Так вот, отталкиваясь от этого, национализм, вот обратите внимание, наши граждане достаточно толерантно относятся к выходцам из Средней Азии. Узбекам, таджикам. Не знаю, вот данные Левадоцентра не подтверждают это. Нет, вот я сейчас хочу сказать, мне кажется, что Денис, как... Это моя гипотеза рабочая, наверное, он сможет проверить, как социолог. Эту гипотезу, она состоит на самом деле в том, что вот это не граждане России. И все равно, я думаю, к ним аллергия у большинства. Ну, в первую очередь, чрезвычайно важно, что это жители крупных городов. А в меньшей степени они, в общем, раздражены относительно граждан России, допустим, выходцев из Северокавказских республик. В большей степени. В большей степени они относятся отрицательно к гражданам России, которые приехали в крупные города из Северокавказских республик. Это факт. Чем в отличие от не граждан России, приехавших из Средней Азии. Ну, это правда. Вот даже по ощущениям чувствую. При этом, Юрий, есть одна существенная деталь. Если мы, граждане России, и особенно чиновничий класс, паразитируют на выходцах из Средней Азии, то есть не граждан России, то в значительной степени, я хочу слово говорить, паразитируют, но в Северокавказской республике с точки зрения бюджетной обеспеченности и получения трансфертов из федерального центра, конечно, несравнимы. Я не буду приводить тут Чечню, а другие республики это на порядке выше, чем получают жители Рязани, Костромы или Смоленской области. И это тоже добавляет, условно говоря. Второе, мы с вами прекрасно понимаем, что подавляющее большинство выходцев Северного Кавказа, тем не менее, это люди, которые заняты либо торговлей, то есть они не занимаются то, чем не хотят заниматься жители титульной или русской национальности здесь. Поэтому это тоже вызывает своего рода определенные проблемы. И, наконец, последнее. Мне кажется, тут Дмитрий Быков недавно озвучил идею ревизии советского проекта. Вот мне кажется, на самом деле, что нам снять волну нарастающего националистических настроений в обществе только творчески проведя ревизию советского проекта. Но господин президент сожалеет о том, что нет такой формации нынче, как советский народ. Ну, я бы сейчас не посоветский народ, я говорю, вы понимаете, вот это очень показательно, да? И слава Путина, это тоже очень показательно. Я вернусь к Соединенным Штатам Америки. Конец 50-х, начало 60-х годов. Кукус-клан. Выступление, значит, и серьезнейшая расовая сегрегация, серьезнейшая проблема. 50 лет назад, между прочим. В итоге мы отменили, вот выплеснули ребенка, отменив социалистический реализм. А они все это время, в общем, создавали такой капиталистический реализм. А если в фильме один полицейский афроамериканец, не буду говорить негр, то второй белый, они друг друга спасают, а наоборот. В итоге все это закончилось тем, что 90% белого населения на последних выборах выбрали президента афроамериканца Соединенных Штатов. И сработал плавильный котел. Поэтому, если говорить всерьез о решении националистической проблемы, отказавшись от мантр, что национализм это плохо, многонациональная сторона и так далее, надо возвращаться к видоизменной форме капиталистического реализма. И уже сегодня через телевидение, радио, средства массовой информации, с учетом новых информационных возможностей, начать переплавлять, в общем, те противоречия, которые есть. Здесь, получается, провоцируют эти настроения как политика государства, я имею в виду, бюджетирование, межбюджетные отношения, так и где-то на подсознательном уровне. Ну, конечно, Кавказ завел... Уже российские... У Дагестана очень показательно сделают, покупают дорогущих звезд и так далее. Но это все проецируется на нищие, значит, среднерусские провинции, которые сегодня есть. И это раздражительство. И это, безусловно, является раздражителем. Ну, а футбольные болельщики, уже понимаете, это очень пассионарная масса. И мы знаем, что они главными генераторами беспорядков на националистической почве всегда выступают. Как, в общем, один из таких вариантов. Вторая тема, которая, с моей точки зрения, важна. Мы же прекрасно понимаем, что все вот этот подневольный рабский труд, который мы видим сегодня, дворники, водители общественного транспорта и так далее, среднеазиатских республик, чернорабочие, они в значительной степени сегодня рабы, потому что расписываются они в ведомости зарплатные каждый месяц за одну сумму, на руки получают другую, бригадир собирает, относит в нужное место. Понимаете, поэтому, по большому счету, вот эта коррупция на низовом уровне, она в конечном итоге формирует... Это же проблема не приезжих, а проблема русских, собственно. Да, так вот я и говорю, это чиновники, которые паразитируют на этих несчастных людях, которые находятся на положении рабов. Али, вот как вы воспринимаете слова по поводу финансовой политики государства, о том, что заливается? Ну, действительно, астрономические суммы трансфертами отгоняются в Республике Северного Кавказа, и это является одним из раздражителей. Ни в коем случае не могу с этим согласиться. Если говорить отдельно про Чечню, там была война, там было все разрушено, и наверняка туда, в общем-то, вливают больше средств, чем другие регионы. Ну, это оправданно. А в остальных регионах тоже шаром покатим. И если что-то туда отправляется, то точно так же оттуда идут откаты обратно, или эти деньги не выходят за пределы Садового Кольца. МКАДа? А, даже Садового Кольца. И то, что выходит, хватает местным кланам. А народ, на Кавказе народ живет сам по себе, а правители сами по себе. Поэтому никаких денег, ни московских, никаких кавказские народы, как таковые, не видят. Только слышат об этом. Вы знаете, вот сейчас задаться целью, и в течение не то, что 15 лет, как это против Кавказа, а в течение года можно такую пропаганду, что хотите, короче, этот москвичи будут ненавидеть ярославцев, или калужан, там, и прочие. Народ же простой. То есть, на ваш взгляд, это пропаганда целенаправленная? Ну, как, Кавказ, это на сегодняшний день громоотвод. Все проблемы, ну, это же смешно. А кто тогда заинтересован, Олей? Ну, как кто? Вот кто заинтересован в этой пропаганде? Кому на Руси жить хорошо? Думаете, Кавказом хорошо? 15 лет подряд, кем только не обзывают, как только не обливают грязью. Ну, проблема не русских. Дело в том, что сейчас нет и фильмов, где русских показывают добрыми молодцами. Сейчас все фильмы, передачи и прочее, все никто. Русский народ, пьяницы, кавказцы, тунеядцы, там, могут пасти только баранов или убивать людей. То есть, у нас вообще и народа нету, это ни русского, ни не русского, кого можно похвалить. То есть, идет самоистязание. А громоотвод Кавказа, вот чуть что, сразу кавказцы. Только благодаря тому, что кавказская молодежь может себя вести более вызывающе, более эпатажно, более агрессивно на улицах городов России. Больше никаких проблем от Кавказа Россия не получает. Причем, если заглянуть глубже, посмотреть, почему кавказцы так себя ведут. А вы возьмите русских, которых бы какой-нибудь народ обливал бы грязью, и русские бы подставляли бы вторую щеку. Тоже начинали бы агрессивно относиться, правда? Если молодые кавказцы уже почти с рождения, с телевизора, с Государственной Думы, со всех газет и прочее, свой адрес слышат нелестное, то каким образом мы можем молодым кавказцам объяснить, что надо жить дружно? Когда и государственные каналы, и негосударственные, теле, радио и прочее, все против кавказцев, и нам говорят, вот вы не смотрите за своей молодежью. Да мы смотрим за своей молодежью, но им очень трудно объяснить. Если идет поток грязи, и мы будем говорить, нет, кавказцы не отличаются русским терпением. Поэтому, как говорится, этот усиленного всегда бессильный виноват, но лучше этот и на себя обратиться. Я в этой связи вспоминаю сразу присказку по поводу берегите евреев, да, потому что следом за вами придут. Денис, что подтверждается наукой, все-таки социологией? Какие раздражители? Я думаю, можно говорить так, что тут большую роль, конечно, играет цвет кожи, в том плане то, что, ну, как бы демонстративное поведение, траты, как бы единичные каких-то представителей, может быть, элиты вот этих республик и поведение именно в крупных городах, оно заметно намного лучше, чем поведение таких же своих детей, таких же, той же самой элиты. То есть, например, не знаю, насколько будет хороший пример, но вот если мы вспомним ситуацию вокруг Манежной площади, ведь там завертелось с того, собственно, с коррупцией в правоохранительных органах. Отпустили, отпустили, вот, отпустили кавказцев, по сути дела. То, что коррупция ежедневно присутствует в правоохранительных органах и так далее, пока, ну, как бы она для своих, и пока она так незаметна, она не раздражает. Как только идет разговор о другом цвете кожи, понятно, что это чужой, да, то есть он просто внешне, очень его хорошо выделить можно. Вот тогда все и начинается, то есть тогда взрывается общественное настроение. То есть, мне кажется, здесь одна из причин, то, что просто это поведение, которое, в принципе, характерно не только для представителей, отдельных представителей. Но своих не замечаем. Ну, своих, просто они свои, и можно их не так незаметно, глаз не так, может быть, замылили. Про своих анекдоты про новых русских рассказывают, а кавказцы, про кавказцы анекдоты не могут рассказывать, раздражаются просто. Да, возможно, просто что еще, не знаю, мне кажется, можно здесь сказать, то, что, почему, собственно, это опасно, почему национализм может быть опасен. Вот когда действительно национализм, он присущ, конечно, любой нации, не только русским, но вот особенно в условиях, когда вот сейчас мы наблюдаем активизацию различных общественных групп, которые готовы отстаивать свои права и продвигать свои права разными методами. То есть одно дело, когда основное население пассивно, другое дело, когда мы наблюдаем вот эту активизацию населения, которые эти группы готовы использовать, разыгрывать, в том числе и националистическую карту. И это не одна группа, не две, а несколько групп, а именно социальных групп, потому что если мы говорим о дружинах, которые в том числе и там замешаны националистические всякие лозунги и на стране, это и Кубань, и Москва, и Дагестан, и Чечня. То есть с одной стороны создаются вот эти дружины, с другой стороны это показатель того, что государственные институты не выполняют своих функций. То есть вот в условиях, когда активизируются различные социальные группы, готовые в том числе на насилие, и в том числе, когда государственные институты не способны выполнять свои функции, по сути дела передают тем, кого очень сложно контролировать. Вот это на самом деле очень опасно, поскольку повышает серьезный риск и уровень насилия в самом обществе, не только в крупных городах, не только в одной республике. Это Денис Волков, Левада Центр. Продолжим после краткого выпуска новостей. Свои мнения присылайте на наш портал финам.фм, там идет прямая веб-трансляция. О 19.32, свои письма на финам.фм, звонки на 651099,6, код Москвы 495, здесь Денис Волков, Али Татаркулов и Иван Стариков. В России усиливается националистическое настроение. Причины и последствия высказывайтесь. Иван, много чего было сказано, пожалуйста. Ну, продолжаю, Юра, заданную вами тему. Помните, там у Довлатова, вот взяли на работу еврея, оказался пищем человек. Это я насчет того, что бывают исключения. Вот, на самом деле, мне кажется, что, возвращаясь к ревизии советского проекта, я думаю, что мы должны себе отчетливо представлять, что двигатель российской экономики последних, там, примерно 10 лет, его заклинило. Это двигатель высоких нефтяных цен. И он, в общем, исчерпал весь свой ресурс. Ряд причин этому есть, но даже высокие цены не обеспечивают мало-мальски приемлемого для того, чтобы удерживать социально-политическую ситуацию в стране, в общем, экономического роста. Вот, уточненный прогноз Минэконома, там, 3,2-3,3 процента. Для того, чтобы более-менее, нужно хотя бы 5. Хотя бы 5. Для того, чтобы выполнять те обязательства, которые были широко... Этого уже нет, да. Широко розданы. Поэтому некоторое время можно еще заниматься имитацией изменения экономической модели. Но, если серьезно говорить, пока мы не поменяем сырьевую модель, абсолютно архаичную, устаревшую, на другую, причем достаточно динамично, не предложим некий национальный проект, объединяющий, то национические настроения будут нарастать. Что я имею в виду? Я постараюсь очень коротко. Вот сейчас открылся саммит АТС на острове Русский в Владивостоке. На всякий случай, 660 миллиардов рублей. Там, 22 миллиарда долларов, в общем, вложено в этот проект. Вот с моей точки зрения, ключевым вопросом, главным вопросом повестки, который могла бы Российская Федерация поставить, постепенно отходя от сырьевой модели, это строительство трансконтинальной железной дороги. В лучшем случае, от Пусана до Роттердама, это 12 тысяч километров. В худшем случае, если не договоримся с Северной Кореей, а Южная Корея надеялась, зачем мы сюда тогда принимали Ким Чен Ира, в бронированном вагоне и так далее. Длина этой дороги 12,5 тысяч километров. То есть, нужен нечто такое, проект, нечто такое, чтобы могло объединить... Юра, понимаете, в чем проблема? Значит, Россия уникально расположена. Есть несколько стран с большой территорией. Но кто-то считает, что это и проблема большая. Да, но вот у нас просто, у нас единственный объективно существующий монопольный ресурс территории. Но мы расположены, в отличие от Канады, допустим, и Австралии, между Восточной Азией и Европой. Вот здесь фабрика мировая. Помните, да, сначала пословойные, значит, Япония, потом Тигры пошли, Юго-Восточная Азия, потом реформы Дэнсиопина, Китай. Здесь, по факту, мировая фабрика сборочная. Здесь почти 600 миллионов обеспеченных потребителей. В прошлом году по маршруту Восточной Азии и Европы проследовало 42 миллиона контейнеров. Из них 50 тысяч по Транссибу. Остальное морским ходом. Но возможности дальше наращивать исчерпаны. Это, во-первых, с Суэцким каналом его проходимостью. И там уже 150 судов в сутки непрерывно проходит. Малакский пролив и время. Время – ключевой фактор. Как это коррелирует с национальным вопросом? Сейчас скажу. Это минимум 40-45 дней. Значит, придется все равно таскать вокруг Африки, а это 70-75 дней. Если вот iPad 3 вышел, то к тому времени, когда он придется… Это не реклама. Да, с Тайванем. Сразу говорю. Когда он с Тайванем придет сюда, он уже устарел, потому что появилось новое. Приплывет пароходом. Этот проект на уровне концепции хорошо проработан. Что это означает? Это 5 миллионов новых рабочих мест. Это транс-25 субъектов федерации. Путин уже пообещал 25 миллионов рабочих мест. Я не знаю, что обещал, я говорю реально. Это 5 миллионов рабочих мест. Это сшивает территорию. Тот комплекс колоний, который, если про Китай сейчас говорить, который формируется в Восточной Сибири, где центр притяжения Китая, Японии и Дальнего Востока, его же нужно как-то преодолевать. Это новое предприятие, это новая технология, это пространственная экономика. И вот тогда очень многие люди, которые сегодня без работы, особенно в моногородах, помните, на БАМ ездили, я когда говорю про ревизию советского проекта, я в данном случае говорю, что нужно несколько прорывных национальных проектов и деньги под это есть. Знаете, сколько весь проект стоит? Цены 2009 года, у меня есть расчеты. 220 миллиардов долларов. Сколько мы в Сочи закопали? 40. Я бы сказал, сколько еще закопаем? Да, так вот, Южная Корея предлагала, я 4 года назад был в составе делегации на железнодорожниках, предлагала построить за свои деньги, дайте только коридор. Это 4 миллиона тонн высокотехнологичных рельсов. Понимаете, в чем проблема? Иван, то есть вы экономические вопросы увязываете с национальными? Я считаю, что если мы нации, в данном случае объединенные нации, россияне, то, что мы называем, и если говорить, продолжая идею Владимира Владимировича о воссоздании единой общности, да, ну не советский народ, а российский народ, необходимо несколько ключевых проектов, которые бы объединили нацию. А вы знаете, то, что и с этим большая проблема, вот с формированием миногражданской нации? Вот. Я очень часто слышу реплики о том, что нет, я не россиянин. Я там и дальше принадлежность к той или иной национальности. Вот, понимаете, в чем проблема? Даже в советское время, да, мы там называли, но ехали там на строительство, ну или на строительство Обама, люди разных, и достаточно хорошо жили и дагестанцы, хорошо жили и русские, вот, и там в студенческих отрядах и так далее. Не было таких серьезных проблем, которые возникли сейчас. Я же ведь, безусловно, одним из ключевых скреп это была идеология. Базовая там идеология ленинская, коммунистическая и так далее. Понятно, что эта идеология показала тупиковость развития, но необходимо предложить другое. Я возвращаюсь и очень коротко скажу. Ведь на самом деле настало время, мы проиграли, мы проиграли холодную войну. И уже четверть века наша нация, объединенная нация, и чеченцы, и русские находятся в комплексе национального поражения и национальной депрессии. Для того, чтобы оттуда выйти, необходимо предложить новый прорывной проект. Подписать новые Ялтинские соглашения. Ну, я утрирую, на острове Русский подписать новые Ялтинские соглашения. Но не разделение мира на военно-политические блоки, а предложить объединяющий мир проект, вместо того, чтобы пытаться новой ракеты делать. 23 триллиона рублей закачать сейчас в абсолютно разваленный оборонный комплекс. Эти деньги будут в значительной степени. А предложить создание международных консорциумов с такими странами, у которых есть передовые технологии, и начать их реализовывать здесь. Это, кстати, гарантия от того, что они все украдут, по большому счету. Вот тогда, с моей точки зрения, как только заработает экономика, и мы станем сползать с сырьевой модели, на модель транзитной, допустим, экономики, а транзитную страну охраняют лучше любой другой, то тогда это будет означать, что начнут затихать националистические настроения, сепаратистские настроения. И проблема отпада Восточной Сибири и Дальнего Востока начнет уменьшаться. Как вам эта корреляция экономики с межнациональными отношениями? Я согласен с коллегой. Все это упирается в социально-экономический блок и политический. Поэтому я совершенно согласен. Дело в том, что я родился в год космонавтики и с детства хотел стать космонавтом. Мы гордились своей страной, которая первая освоила космос. Мы гордились Байкало-Амурской магистралью. Мы гордились нашими самыми быстрыми самолетами и прочее. Нам было чем гордиться. И мы тогда, в общем-то, все гордились нашей большой страной. А сейчас... А сейчас, простите за прямоту вопроса, извините, что перебиваю. Выход со Северного Кавказа, россияне, не гордятся россияне? Вы видите, 80% из элитных школ, большинство русских, они хотят выехать из этой страны. Почему кавказцы должны быть большими патриотами, чем русские? Безусловно, в принципе, о кавказах хочу сказать, что вот если бы сейчас на Кавказе провели бы голосование, то я вас уверяю, что подавляющее большинство будет за Россию. И, безусловно, там есть и сепаратисты, и религиозные экстремисты и прочее, но в основном народ считает себя россиянами. И надо отдать должное Кавказам. С момента распада Советского Союза, как только они обзывают Кавказ, нет, все, нет. Это еще запас, запас вот таких, такого поколения, как я, которые выросли в Советском Союзе и знают, что это такое. Но рано или поздно он закончится. Ну вот когда он закончится, и политика, я совершенно согласен с тем, что нам нужна общенациональная идея. Знаете, русский народ, если взять русский народ, русский народ не может быть просто бюргером. Русскому народу он может не доедать, но ему лучше в космос летать или что-нибудь прорвать. Хорошо сказано. Понимаете? И вот даже если взять русскую национальную кухню, ну чего проще, да? Ну русской национальной кухни-то как таковой нет? Ну, когда говорят, вот русской кухни нет, а вот там азербайджанская богатая, ну я справедливости ради говорю, вы пока пахлаву свою придумывали, русские в космос летали. Поэтому нет там кухни такой. Но я к чему говорю, нужна идея, общенациональная идея. И это транснациональная магистраль, она не будет такой духовной идеей, да, которая нужна. Но все это упирается в экономику. И экономически это очень хороший проект. Я знаю, вот на взгляд социологов, это под собой имеет почву. Формирование, с одной стороны, гражданской нации, да, ушли от советской общности, ну, я не знаю, перешли, не перешли к российской общности, да. И вот некая идея, которая могла бы взаимовывязать всех. И социологи не находят подобного подтверждения. Ну, в любом случае, идеи такой сейчас нет. Государственной идеологии нет. И я не могу сказать, что это однозначно плохо. Вот, но если мы будем, как мне кажется, некоторые у нас отдельные исследования тоже были на Северном Кавказе. И вот там, может быть, это еще гипотеза, ее надо лучше подтверждать. Но тем не менее, вот та ностальгия по Советскому Союзу, которая на Кавказе может быть даже среди обычного населения, даже больше, чем среди россиян, она связана с тем, что государственные институты работают там хуже, чем в основной части страны. И как бы вот те шаги по созданию, скорее, отдельных каких-то зон, отдельного права на территории этих республик, которые отличаются от территории большой России, да? То есть там и коррупция тоже, возможно, больше. Но я хочу сказать, что есть лучше специалисты здесь по Кавказу, чем я. Это Малашенко, например. Вот их можно посмотреть, почитать, что они говорят. Но вот одна из проблем, то, что коррупция, возможно, там намного острее переживается и сильнее. Люди подвержены коррупции именно в национальных республиках. Здесь-то она высокая, и с ней никак не удается бороться. А уж там, тем более, и как бы вот в таких условиях люди поставлены, простой человек поставлен в условие, что он вспоминает советское время, как вот нечто светлое, какой-то... У кого-то сработало, выключайте. Какой-то, ну, как бы рай, хотя, может быть, на самом деле никакого рая там и не было. Просто настолько сейчас стало, и все институты перестали работать, что это вспоминается как что-то такое выдающееся. То есть ностальгия по некому образу, скорее. Да, и, как бы, мне кажется, вот перед тем, как, может быть, выдумывать какую-то идею национальную, можно было бы попробовать навести просто порядок в государственных институтах, чтобы они работали так, как они должны работать, исполняли свои функции по защите населения. Основные базовые вот эти проблемы, если бы они были решены, а они не решены, и в России, и на Кавказе еще хуже, то, мне кажется, это было улучшило, возможно, какое-то взаимоотношение между... Иван Лаконичиным. Юр, ну, у меня уже литературная традиция, то, что сказал Али, между прочим, Булашалович Акуджа, он на Кавказе был грузин. Он, помните, сказал, вселенский опыт говорит, что погибает царство не от того, что тяжек быта или страшное мытарство, а погибает от того, и тем больнее и дольше, что люди царства своего не уважают больше. Вся проблема сегодня, что на самом деле граждане не уважают свою страну. Вот Советский Союз граждане уважали. Вот буквально позавчера исполнилось 40 лет со дня легендарной суперсерии 72-го года, когда был развиван миф о непобедимости канадских профессионалов. Вот я, поскольку играю за команду ветеранов, там с Александром Якушевым, с Владимиром Лучшенко, героями тех самых матчей, вот, и я превращаюсь в благодарное ухо, слушаю все байки, как готовилась эта серия и так далее. Вот была объединяющая идея, да, Великая Отечественная война, вот то, что Брежнев держался, даже не в цальной идеологии, Великая Отечественная война и хоккей. В общем, за нашу сборную голосовали от диссидентов до партийных функционеров, и наоборот, я вас уверяю, многие втайне желали проигрыша нашей сборной на Евро-12 по футболу. Я просто знаю, причем многие из моих знакомых. Это очень яркий показатель. Поэтому, возвращаясь к теме, которую мы, в общем, сегодня так вот обсуждаем, мне кажется, что без решения экономических проблем, ни поддельного, ни муляжного решения, а вот такого глубинного пласта, не решить и национальные проблемы. Они будут нарастать, кончатся деньги, отвалится Кавказ немедленно и сразу. Вот увидите. Поэтому, чтобы не доводить, и потом невозможно, такая концентрация. Я прилетел несколько дней назад с отпуском с семьей, три часа, я с ребенком полтора часа ждал, пока водитель заедет. Вы представляете, в Домодедово аэропорт, ну, люди возвращались, это было последнее число августа, едешь по Америке, она равномерно распределена. Я много раз на Грейхаунде, с восточного, западного побережья. Нужно равномерно распределять страну. Реализация проекта, который я обмолвился, а у меня есть его концепция, серьезно проработанная, позволит запустить новую урбанизацию, новое расселение, новые рабочие места, новые смыслы, новые дома для молодых семей. То, что есть. Это называется пространственной экономикой. Мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей, после него ваши звонки на 65 10 99 6, письма на финам.фм. 19 часов и практически 50 минут, эти оставшиеся 10 минут часа, мы давайте с вами пообщаемся, вы будете высказывать свои мнения, задавать интересующие вас вопросы, единственная просьба, всем быть лаконичными, и вам, господа, да, отвечая или комментируя высказывания слушателей, и нашим слушателям, которые в этом часе в реальном времени. 65 10 99 6 финам.фм. Наши средства коммуникации. Здесь Денис Волков, Али Татаркулов и Иван Стариков. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут, Алло? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, погромче, пожалуйста. Да, я хотела бы сказать вот вашему Али, да, Татаркулову, да, насчет того, что почему кавказцев так не любят здесь у нас. На протяжении... Не мы начинали войну в Чечне, они начали. Не надо забывать, что они оттуда выгнали 400 тысяч русских. Никаких компенсаций, ничего люди не получили. Они убивали нас, они издевались над нами, они резали наш солдат. Вот это никогда... Это очень скоро забудется, вряд ли когда забудется. Идут они сюда здесь. Отвратительно. Они не хотят работать. Они не служат в армии. Они только хотят быть, бесплатно учиться и потом быть адвокатами. И заявлять, мы будем кайфовать здесь, как хотим. Кто их будет любить? Кому они здесь нужны? Денег там не будет. Не будет Путин давать туда денег. Они действительно от нас отвалятся. Но они боятся уйти от нас. Потому что их обязательно кто-то опять захватит. Они не смогут жить. Это малые народы. У них ничего нет. За душой, как говорится. Это не великий русский народ, который построил это государство. Да, спасибо, Нина. Я на самом деле очень рад, что такой звонок прозвучал. И вот человек высказал свое мнение, соображение. Может быть, достаточно эмоциональное. Олег, что скажете? Я хочу сказать, вот она перечислила практически все стереотипы, которые сыпятся с экранов телевизоров в течение последних 15 лет. И то, что... Вот все, что она говорит, это стереотипы, набор стереотипов, которыми накачали русский народ. Да, этот... Я бы хотел посмотреть на Чечню или на другой Кавказский... Кавказскую республику, которая пошла войной на Россию. Абсурд. И то, что говорят, Кавказцы этот не умеют работать, это тоже один из стереотипов. Как будто она меня кормит. Я сам работаю, и мои родители этот всю жизнь работали. Вот эти стереотипы, которые она рассказала, все до единого, это стереотипы. И если говорить о великом русском народе, да, великий русский народ, да, государство образующее, но цивилизация, цивилизованность народа заключается не только в этом, что создали большую страну или полетели в космос. Цивилизационные... Люди цивилизованные в первую очередь смотрят по отношению к своим старикам и к своим детям. Посмотрите на русский народ к отношению к своим старикам и к своим детям и назовите себя цивилизованным человеком. И посмотрите на тех же чеченцев, про которых вы говорите. Как они смотрят за своими стариками и за своими детьми. Это Алия Татаркулов, Иван Стариков. Ну, я очень коротко, Нина, послушайте, ну, мы тут давать историческую правду. Был генерал Ермолова, была Кавказская война, был имам Шамиль, потом было 23 февраля то ли 43-го, то ли 44-го года, 48 часов, теплушки, Казахстан, Сибирь. Знаете, тут вопрос искать историческую правду. На самом деле нам сложно. Вот я был директором совхоза 7 лет. Вот у меня прекрасно работали дагестанские, чеченские бригады. Мы их врачами называли, они по везде прилетали, ремонтировали коровники, строили жилье, сушилки. Поэтому в то время они работали, в общем, не были в криминалитете, там не крышевали различные темные делишки. Вот, потому что в стране была экономика. Да, она была ущербная, она советская, она, значит, не степикой, она была. Сейчас отсутствие в стране экономики, моей точки зрения, в общем, генерирует те проблемы, о которых вы совершенно справедливо сказали. Идем дальше. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, мое имя Иван. Я хотел выразить свое мнение таким образом, то, что тема национального вопроса, она стоит в России очень остро, и основное, что нужно понять людям, живущим на этой территории, то, что произошел самое ужасающее в мире за всю историю геноцид. Потому что в начале 20 века русских было больше, чем китайцев на 50 миллионов. Если бы не было демографических ям, то нас было бы минимум от 300 до 600 миллионов. И если мы не поймем того, что там, вот почему ваш собеседник, который представляет кавказские народы, говорит о том, что вот там, мол, русские матерей там перестали уважать стариков. Народ-то измордован, народ-то истерзан, 100 миллионов за 20 век убито. Мы говорим о еврейском геноциде, об армянском, но почему-то никто не говорит о русском геноциде. И, конечно, народ будет, народ обижен, и он будет говорить об этом. И это рано или поздно все больше и больше будет набирать свой оборот. Понимаете? Вопрос же не только в большой стране и в космосе, а в культурном слое, в цивилизации, про которую говорил ваш гость, в русской цивилизации. Потому что нету другой цивилизации в нашей стране. И если бы, например, мы танцевали на проспекте Шамиля, так как танцуют у нас на Краттолщине, я представляю, что бы с нами сделали. Я могу со всей ответственностью сказать, что собрались бы вокруг, аплодировали бы, а самые смелые еще пошли бы танцевать в русский пляс. Вот пусть попробуют пойти и потанцевать, хотя бы один кто-нибудь, пусть пойдет попробует, а то все время, а вот если мы, а вот если мы. Иван, я отчасти с вами согласен. Нужен некий общественный договор. Давайте мы договоримся. Значит, чеченцы не танцуют лесгинку храма Христа Спасителя, но русские десантники не купаются взамен фонтана в городе Грозном, напротив мечети в городе Грозном. Вот для начала вот этот общественный договор. Но я очень коротко очень коротко ее расскажу. Поймите, дорогие, поймя экономики, необходима серьезная работа. Я еще раз отвечаю к капиталическому реализму, чтобы пошли сериалы «Новый глухарь», где один милиционер чеченец, другой милиционер русский, они спасают друг друга и так далее. Нужны деньги выделяются. Не под вот эту фигню, которая коррупционным распределяется, а серьезные ленты, которые там, я не знаю, Бигбулатов снимает, Бигбамбетов снимает там в этом, в Голливуде. У нас здесь. Чтобы не между своими там Никита Сергеевич Михалков распределял эти деньги, а нормальный проект. Вот я готов такой сценарий написать. Вот для того, чтобы это на самом деле значительной степени решение экономических проблем параллельно с внедрением капиталистического реализма и запуск плавильного котла. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Звонки не предмоделируются. Меня зовут Алексей. Вы знаете, на мой взгляд, среднестатистический Кавказец, кстати, я русский, эта нация, она гораздо более честная и гораздо более ранимая в том плане, что подвержена вот этим вот тем изменениям не очень хорошим, которые происходят в данный момент. Их просто загнали в угол и они поступают в данной ситуации честно. Вы знаете, как бандиты в 90-х? Простые мальчишки выходили там из двора, потом доходило до того, что стреляли в друг друга. Вот государство их загнало, и они остаются честными до конца. А в большинстве своем русские, они не отвечают за свои слова, и, знаете, вот ситуация не очень хорошая, но они прячутся друг за другом, да, и стараются отсидеться, что все так и будет, и, мол, и при чем тут я? Вот Кавказ так не делает. Да, единственное, я вот все-таки прошу всех, да, не навешивать ярлыки и не обобщать. Потому что как-то, вот, знаете, обобщать. Нет кавказской вообще нации. Я так вот для всех открою, да, великую тайну. Вот всех их объединений, нет ее на самом деле. Есть уважаемые разные народы с разной численностью. А у нас вот все, да, они там, слушайте, ну, так нельзя. Действительно, прав господин Татаркулов, который говорит, ну, вот один стереотип, второй стереотип, третий стереотип, потом это множится, потом это пропаганда. И я соглашусь с тем, что государство вообще обнаглело в этом плане. тратится гигантские деньги на контору, которая сидит на яме, в буквальном смысле здесь, в Москве. Чем она занимается, вообще непонятно. Это деньги налогоплательщиков. Там не то, что национальной политики нет, там вообще никакой политики нет, кроме того, что любители полизать одно место, и все. Вот это целая контора, которая осваивает миллиарды. И никто не задает вопрос. Можно? Да. Вы знаете, я соглашусь с тем, что вот предыдущий звонивший говорил о том, что о геноциде русского народа. Безусловно, это было... Иван звонил, да. Но хочу сказать, что геноциду подверглись практически все народы в России и в Советском Союзе. В частности, кавказцы, мой народ переселяли в Азию, где погибла половина народа. Но русский народ тоже потерял, много потерял и в революцию, и в войну. Естественно, на своих плечах русский народ выносил все это. Но говорить о том, что у русских был геноцид, поэтому сейчас так... Это неправильно. Был геноцид и у карачаевцев, и у балкарцев, и у чеченцев. У всех был. Ну, надо... И я согласен с господином Стариковым. Я уже много лет везде, где на круглых столах, говорю, я не могу написать, как Стариков, сценарий, но могу синопсис, накидать синопсис. Ну, возьмите двух русского скинхета и кавказского экстремиста и пустите их куда-нибудь в тайгу, или чтобы они защищали, ненавидя друг друга, защищали друг друга, потому что жить хорошо. А в конечном счете, после всего этого поняли бы, что, оказывается, те претензии, которые они предъявляют друг другу, по большому счету, такая мелочь. Ну, что стоит? В советское время снимали фильмы, и потом их пускали еще в прокат и зарабатывали на этом деньги. Но зато эти фильмы несли совсем другой заряд, чем сегодняшний. Правда ведь? Не хотят. Сегодняшняя власть не хочет. Очень много простых решений. Не хотят. Я пришел к выводу, что пока не хотят. И вот русский национализм, который поднимается, он тоже нужен. Его тоже используют разного рода политики и власть придержащие. Так что Денис говорил, да. Поэтому не хотят. Пока народ не встанет, не потребует. И русский народ не хватит обвинять Кавказа. Если вы государство, образующий народ, давайте образуйте уже эту страну так, чтобы всем было хорошо. Вот на этом мы завершим сегодняшнее реальное время. Здесь были Денис Волков, Алией Татаркулов и Иван Стариков. Спасибо всем, кто этот час был с нами. я с вами Продолжение следует...